Знаменитые небоскребы Пекина, Шанхая, Шинчжэня, Гуанчжоу и других китайских городов это не какое-то современное новшество Местные жители постоянно стремились возводить свои дома как можно выше к небу Мы сейчас находимся в горной деревне в уезде Сидуа, провинции Сычуань Вот, это можно сказать уже последний этаж этого своеобразного горного небоскреба Мы сейчас находимся на высоте, если мы и все говорят правильно 1900 метров Отправиться в это немного альпинистское путешествие я решил, чтобы видеть, как современные деревни в Китае обновляются до версии 2.0 Уезд Сиде также является местом компактного проживания народности И одной из 56 этнических групп Китая Чтобы познать душу и сердце этого края нужно сперва погрузиться в культуру местных жителей Умение изготавливать такие уникальные лакированные изделия уже более 1700 лет является нематериальным сокровищем местных жителей Наш сегодняшний культурный гид – мастер Зеву, чья семья занимается этим ремеслом уже четыре столетия Это мастер Зеву, да Это лакирование, это звук, невол兄блень��хи, это большие виды, а это древние жесткие здесь маршруны ultrawa curse, зеву культуру, с деревни во многихículos и хронских finance Здесь мастер Зеву, и твopan лакирование, там масса производят еще раз и те же важные Так и две населения также Eis Professional Foundation . Представители народности и окружают себя такими шедеврами просто в быту. В такой технике изготавливают посуду, мебель и многое другое. Мастер Цзиву оказался не из робкого десятка. Предложил мне приложить свою руку к одному из его шедевров. Можно отследить прогресс, где я только начал, такими большими плямбами, каплями, бам-бам-бам-бам-бам, и потом выходим на красивую ровную линию. Сразу же мы с мастером нашли схожие элементы в культурном коде белорусов и местных жителей. После этого мы отправились на поиски того, кто смог бы рассказать о жизни современного СИДЭ. Вот это вот то, что надо. Вот идем сюда теперь. Да, это местная школа. И не обращайте внимания, что здесь так пустынно. Это только прямо сейчас. Я даже предложил бы насладиться тишиной, потому что последние мгновения до звонка с урока, и здесь все будет кругом, будут малыши. Иностранцы в местной начальной школе в гости нечастые, а прямо и мое появление сразу же привлекает всеобщее внимание. Кажется, что после успешного броска, хоть и далеко не с первой попытки. Малыши приняли меня не иначе, как за звездой NBA. Ах да, мы же здесь по делу. Нужно возвращаться к изначальной миссии. Я решил предложить нескольким местным учащимся стать на день журналистами CCTV+, и познакомить весь мир со своим равным краем. Всем привет! Меня зовут Азо. Сегодня я хочу стать учительом. Всем привет! Меня зовут Чжан Сялан. Сегодня я хочу стать учительом. Пока наши юные корреспонденты готовятся к профессиональному дебюту, другие дети спешат домой после уроков. Маленькая ВГ вместе со своей семьей только переехали в этот новый район. Раньше они жили в горной местности, а ее дорога в школу тогда больше напоминала альпинистскую подготовку. Теперь же домой малышка ездит. На школьном автобусе. Ее папа Каи с удовольствием показывает новое жилье своей семьи. Из старого дома перевез только любимые сушеные овощи, а все остальное было предоставлено в формате All Inclusive. Сюда семья переехала в рамках госпрограммы по борьбе с бедностью и переселению с роднодоступных горных районов. Каи уверен, что перемены в жизни его семьи только начинаются. При этом такие старые дома, как предыдущее жилье семьи Каи, уже стали частью истории, оставшись в прошлом. А проселочные дороги уже сменились первоклассным асфальтом. Ну вот здесь вот можно немножко посмотреть на контрасте, что было и что стало. Вот тут какой-то такой маленький кусочек старой-старой деревни. То есть тут глинобитные стены. Если как следует приложить усилия, то в принципе они, как можно видеть, даже чуть-чуть осыпаются. Хозяева специально оставили маленький кусочек, может, чтобы детям показывать, чтобы внукам показывать, как это было раньше. Потому что сейчас их дом выглядит вот так. Ум, деда, ки-деда, ки-деда. В этом этапе мы поднимали такой работник, чтобы эти молодцы или девушки есть место для работы. А вот на этом заводе для нас проводят экскурсию замглавы уъезда Лю Чао, одна из главных вдохновителей строительства этого предприятия. Сразу же у ворот мне предлагают примерить национальный костюм мужчин народности и местного изготовления. Вспоминая опыт в школе, я понимаю, что маскировка и вправду не повредит. Попробуй, попробуй. Сотворение всевозможных аксессуаров и обуви из овечьей шерсти – это также часть культурного ДНК народности ИИ. Здесь работает 50 местных жителей, а в пиковый сезон и все 200. Произведенные здесь товары отправляются не только во все уголки Китая, но и в США, Европу, Японию, Россию и другие страны. Сделанные с душой пушистые изделия из крохотного села в горной местности стремительно обретают популярность благодаря онлайн-промо-акциям, к одной из которых мы все присоединились. Потому как Лю Шао держится в кадре, сразу можно разглядеть ее телепрошлое. Еще несколько лет назад она работала корреспондентом в медиакорпорации Китая. Теперь же не только рассказывает чудесные истории о том, как жизни людей в китайских уездах и деревнях становится все лучше, но и активно прикладывает свою руку к тому, чтобы сделать эти истории явью. Конечно же, с такого крутого завода я просто так с пустыми руками уйти не мог, поэтому теперь в нашей команде есть новый член съемочной группы. Вот такой вот очаровательный песик, сделанный из шерсти. Ну, вряд ли он, конечно, сильно поможет со съемками, но за настроение точно будет отвечать. Ну, посмотрите, какой милый. А теперь вернемся к нашим журналистам-новобранцам, которые готовы к большой премьере своего авторского фрагмента о родном уезде. Моя любимая площадка. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok